Интервью с победителем, обладателем звания чемпиона Европы среди кадетов, Магомедом Халимбековым. Магомед, поздравляем тебя. Такое ощущение, что ты очень устал, какой-то ты опустошенный. Расскажи о том, что ты сейчас чувствуешь, эмоции, какие тебя переполняют или наоборот их вообще уже нет. Ну, конечно, эмоции очень сильно переполняли. Ну, тренер успокаивал постоянно, говорил, ходил по дорожке, дыши. Я дышал, все спокойно, думал. Это очень сильно помогало, на самом деле. Холоднокровие привело меня к победе. А физически устал, конечно, но больше морально, чем физически. Вот тоже морально готовился к российскому финалу? Ну, я готовился, но он не очень удачный получился. Потом я потренировался, потренировался и дал результат какой-никакой. Ну, я имею в виду, ты ждал Олега Южакова, что он будет с тобой в финале? Или все-таки, ну, вообще не думал, с кем фехтовать, только на конкретного соперника настраивался? Да, конечно, я ждал Олега в финале. Я знал, ну, я стал, что он выиграет. Но мне тренер, конечно, постоянно говорила, что какая тебе разница, с кем фехтовать. Я в конце тоже так подумал, мне без разницы, с кем фехтовать. Ну, проиграл Олег. Хотелось, конечно, чтобы он выиграл, чтобы был, конечно, российский финал. Но проиграл. А вообще, вот по ходу сегодняшних соревнований, да, по ходу всего турнира, вот что ты можешь сказать? Что было самым сложным? Какие-то вот самые яркие впечатления, вот какие-то мысли по сегодняшнему дню? Самым сложным было начало соревнований. Это пулька. Я первые два боя стал и проиграл. Это, как бы, было для меня очень тяжело себя перебороть. Ну, потом я все четыре боя остальных выиграл и, как бы, вошел в кураж уже. Фехтование пошло. Помогал тренер, конечно, безусловно, без него бы, само собой, не получилось бы ничего. И весь день, как бы, я фехтовал свое удовольствие, ловил кураж и все получалось. Спасибо, Макомед. Еще раз тебя поздравляем. Покажи медаль, вот, в камеру. Какая она теперь? Она просто очень необычной формы. Все. Магомед, чемпион Европы. Спасибо. Спасибо большое.